Мур, привет друг. Ты спрашиваешь куда я пропал. Тут такое дело. Меня чипировали и теперь я транслирую 5G. Но чип поссорился с простудой в моем организме и отнял у меня голос. Пришлось ждать пока хотя бы такой появится. Каждое мое исчезновение на неделю YouTube решает, что я помер и нахрен выкидывает меня из рекомендаций. Поэтому следи за мной через вкладку подписки. Ах да, после чипирования лучше не заниматься тренировками. Мышцы вместе уколы расхреначивает, будто била ногами рота солдат. Итак, в ML нас ждет грандиозное обновление. А все потому, что кроме традиционных изменений в героях, разработчики вновь немного правят боевые заклинания и перки. А главные изменения будут происходить на поле боя. Эти изменения скажутся на динамике боев и тактике. Погнали по порядку. Патч 1.6.30. Изменения героев. Филакс. Ульта. Повысили бонус к скорострельности от энергии. Уменьшили особый бонус к магической силе, который филакс получал от защиты. Было 4, будет 2.5. Магический бонус навыков увеличился до 160%. Разработчики еще долго будут играться с атрибутами филакса, потому что он плотно на них завязан. Валентина. Первый навык. Увеличили магический бонус со 150 до 185%. Флорин. В прошлый раз слишком сильно понерфили и сейчас возвращают часть силы. Первый навык. Вернули перезарядку, которая будет уменьшаться с уровнем. Второй навык. Вернули время оглушения в одну секунду. Ульте частично вернули урон. Нана. Ей также отменили апп прошлого патча. Селена. Как я и говорил, таймеры мины первого навыка увеличились с 30 до 60 секунд. Лесли. Тоже немного вернули прирост атаки. До 9 единиц. Собственно, в который раз сильно нерфят, а потом ой, мы погорячились. Роджер. Увеличили прирост здоровья с уровнем на 20 единиц. Увеличили особый бонус к магической и физической защите в форме волка. Lancelot. Второй навык. Уменьшили силу замедления с 30 до 20%. Скоро ожидается куча новых скинов. И чтобы воспользоваться скидкой, лучше приобрести их в Кодошоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты. Как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего акка для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Баданг. Увеличили урон в ранней игре. Пассивка. Увеличили урон заряженной атаки. Вдобавок, теперь первый навык и ульта триггерят заряженную атаку. Но добавили 2 секунды перезарядки эффекта отталкивания в пассивке. В целом это сильно увеличит урон Баданга, особенно на ранней стадии. А перезарядку ввели, чтобы не был совсем им бой, а тот стенки не даст отойти. Хорошая новость для мейнеров Мартиса. Ульта. Новый эффект. Убийство противника ультой повысит урон ульты на 15%, стакается до 30%. Кадита. Первый навык. Увеличили скорость с 7 до 8. Ульта. Бонус к скорости передвижения теперь всегда 60%. Это все равно, что мертвому припарка. Надо увеличить анимацию ульты кадиты. Тогда она станет играбельнее. Хаябуса. Уменьшили базовое здоровье на 200 единиц. Уменьшили прирост атаки. Было 12,6 будет 9,6. Эйман. Как я и говорил в гаде, получил нерв исцеления и камуфляжа. Длительность маскировки уменьшили на полсекунды. Регенерацию во время маскировки уменьшили на полтора процента. Ли Сун Цин. Базовую атаку уменьшили на 10 единиц. Беатрис. Базовую атаку увеличили на 5 единиц. Бейн. Первый навык. Уменьшили урон. Был 180-380. Будет 150-350. Билд Бейна физика все менее полезен. Пакита. Боксер получает очередной нерв. Ульта. Уменьшили базовый урон. Также уменьшили урон заряженной атаки. Изменения в боевых заклинаниях. Отменили усиление прибытия. Вдохновение. Поднимает лимит максимальной скорости до 400%. Немного изменили формулу исцеления. Ничего серьезного. Перки эмблем. Эмблемы танка. Второй перк. Уменьшили исцеление до 7%. Эмблемы бойца. Первый перк. Уменьшили бонусный урон до 15%. В предметах. Магическое перо. Уменьшили магическую силу на 10 единиц. Ускорение бега сменили на ускорение перезарядки в 5%. Изменили расчет бонусного магического урона. Уменьшение магической силы пера. Это лишний нерв на мой взгляд. А теперь самое серьезное. Изменения на поле боя, которые могут перенести на основной сервер. Вторая минута боя. В первые две минуты боя герои с возмездием получают 15% уменьшения урона в дружественном лесу. Это изменение призвано помешать врагу ранний ганг чужого лесника. На мой взгляд это хреновый костыль. Наш ML командная игра. И команда должна прикрыть лесника в случае чего. А этот костыль будет ограничивать варианты тактик. Лесники играющие соло могут порадоваться. Краб будет улучшаться ко второй минуте вместо третьей. Пятая минута. Изменили момент респа специальных осадных миньонов. С седьмой на десятую волну. То есть вместо трех с половиной минут они будут появляться на пятой минуте. Уменьшили награду за спецминьоны на 7%, но увеличили общую награду за волну на 3%. Это немного уменьшит скорость пуша. Восьмая минута боя. Первый лорд появится на восьмой минуте вместо девятой. Разрабы немного усилили атрибуты лорда и ослабили баф для миньонов. Такое изменение ускорит продавливание ослабленной линии, но уменьшит давление на остальные лайны. Дополнительная защита внутренних башен исчезнет на восьмой минуте вместо девятой. Роумеры. Будут делиться фармом до восьмой минуты вместо девятой. Это должно по сути ускорить бэкдор при критической ситуации. Двенадцатая минута боя. До двенадцатой минуты у башен на базе будет навык уничтожающий волну миньонов. Благо срабатывает только раз. Это сделано для того, чтобы дефером был шанс дефером, чтобы защитникам был шанс отбиться. Обычно это только будет затягивать агонию проигрывающей команды. Улучшенные миньоны боятся только после двенадцатой минуты вместо девятой. Восемнадцатая минута боя. После восемнадцатой минуты лорд получает обилки. Первая обилка. У лорда появляется навык уменьшения урона на 40%. Эта защита уменьшается на 5% за каждого героя рядом, вплоть до 15%. То есть, если собрались валить лорда, надо его валить всем скопом. Вторая обилка. Призванный лорд уменьшает урон по союзникам, которые рядом с ним, на 15%. Третья обилка. Сам лорд получает 5% уменьшения урона за каждого союзного героя рядом, вплоть до 25%. Все это призвано, наконец, заставить героев сопровождать лорда. Хотя тактически это изначально и задумывалось. Но пойди попробуй собери лоу скил вокруг лорда. Вечно по кустам шныряют вместо проноса линии. Но вы же у меня не такие. Время на возрождение будет увеличиваться только с восемнадцатой минуты вместо пятнадцатой. Зато после восемнадцатой минуты все герои получат баф скорости перед движением, чтобы наконец завершить катку. На мой взгляд, вся эта шляпа направлена на затягивание боя и снижение влияния сприт-пушеров, вроде Зелонга или Маши. А я не люблю столь неловкие ограничения. Что ты думаешь по этому поводу, напиши в комментариях. Подписывайся на канал и скоро увидимся, друг!